Здравствуйте, ребятки! Как поживаете? Надеюсь, у всех все хорошо. Рада приветствовать вас на уроке русского языка. Сегодня, ребята, мы с вами познакомимся еще с одним стихотворением про войну. Откройте, пожалуйста, страничку 179. Ведь наше первое стихотворение «Десятилетний человек». «Десятилетний человек» написал Сергей Владимирович Михалков, который родился в 1913 году, а скачался в 2009 году. Это писатель, поэт, драматург и публицист, военный корреспондент, сценарист, постнаписец, общественный деятель. В 1962 году поэт стал основателем и главным редактором сатирического киножурнала «Фитиль». Итак, познакомимся с вами со стихотворением. «Десятилетний человек». Накинув драный зипунишка по огородам без дорог, спешит торопиться парнишка по солнцу прямо на восток. Все видевший, на все готовый, по грудь проваливаясь в снег, бежал к своим просоголовый десятилетний человек. Он знал, что где-то недалече, быть может, вон за той горой, его как друга в темный вечер окликнет русский часовой. И он, прижавшийся к шинели, родные слыша голоса, расскажет все, на что глядели его недетские глаза. Давайте с вами посмотрим, ребятки. В этом стихотворении у нас есть незнакомое слово. Это слово «зипунишка». Зипунишка – это старинная верхняя крестьянская одежда. Обратите внимание на картинку. Видя кафтана, без вороника, обычно из грубого самодельного сукна. Далее, посмотрите, нам задают вопрос. Каким вы представляете этого парнишки? Постарайтесь описать его. Куда и почему спешил герой стихотворения? И почему автор назвал глаза парнишки недетскими? Правильно, ребята, наверняка вы все уже догадались, что мальчик спешил к своим, чтобы сообщить всю информацию, то, что он узнал про фашистов, рассказать своим солдатам. Но почему поэт нам говорит, что мальчик – десятилетний человек? Он не называет его десятилетним ребенком, либо десятилетним мальчиком. Почему человек? И почему он сравнивает его глаза с недетскими? Правильно, моя хорошая. Вместо того, чтобы в 10 лет ходить в школу, играть с мальчиками во дворе, катать велосипед, играть в машинки, мальчик что делал? Он участвовал в войне. Он собирал информацию для своих. Он помогал, как мог. Поэтому, ребята, вместо того, чтобы проводить свое детство, он увидел множество смертей, множество жестокости. И поэтому уже смотрел на мир абсолютно недетскими глазами. Следующий рассказ, с которым мы с вами познакомимся, это рассказ «Война и дети». Откройте, пожалуйста, страничку 180. «Война и дети» написал Аркадий Петрович Гайдар, который родился в 1904 году, а скончался в 1941 году. Это русский советский детский писатель, сценарист и прозаик, журналист и военный корреспондент, участник гражданской и Великой Отечественных войн. В 1941 году началась Великая Отечественная война, и Гайдар ушел на фронт в качестве военного корреспондента. 26 октября 1941 года Гайдар погиб в бою с фашистами. «Война и дети». «Фронтовая полоса. Пропуская скот, машина останавливается. На ступеньку вскакивает паренек лет 15. Он чего-то просит. Что мальчишке надо? Дяденька, дайте мне два патрона. На что тебе патроны? А так, на память». На память патронов не дает. Лезь в машину, не ври и говори все прямо. И вот начинается рассказ. Полный тайн, недомолвок, уверток. Хотя в общем нам уже все давно ясно. Я смотрю ему в глаза, я кладу ему в горячую руку обойму. Это обойма от моей винтовки. Она записана на мне. Я беру на тебя ответ за то, что каждая выпущенная из этих пяти патронов пуля полетит точно в ту, куда надо сторону. «Как тебя зовут?» «Яков». «Послушай, Яков, ну зачем тебе патроны, если у тебя нет винтовки? Что же ты, из пустой крынки стрелять будешь?» Грузовик трогается. Яков спрыгивает с подножки. Он подскакивает и весело кричит что-то несуразное, бестолковое. Он смеется и загадочно грозит мне вдогонку пальцем. «Ой, нет, этот паренек заложит обойму. И не в пустую крынку. Дети!» На десятки тысяч из них война обрушилась точно так же, как и на взрослых. Уже хотя бы потому, что сброшенные над мирными городами фашистские бомбы имеют для всех одинаковую силу. Они с беспредельным уважением провожают уходящие на фронт эшелоны, с безграничной любовью встречают пребывавших с фронта раненых. Я видел наших детей в глубоком тылу, в тревожной прифронтовой полосе и даже на линии самого фронта. И повсюду я видел у них огромную жажду дела, работы и даже подвига. Перед боем на берегу одной речки встретил я недавно парнишку. Разыскивая пропавшую корову, чтобы сократить путь, он перепрыл реку и неожиданно очутился в расположении немцев. Спрятавшись в кустах, он сидел в трех шагах от фашистских командиров, которые долго разговаривали о чем-то, держа перед собой карту. Он вернулся к нам и рассказал о том, что видел. Я у него спросил. «Погоди, ты ведь слышал, что говорили их начальники? Это же для нас очень важно!» Паренек удивился. «Так они же, товарищ командир, говорили по-немецки. Знаю, что они по-турецки. Ты сколько классов окончил? Девять? Так ты же должен был хоть что-нибудь понять из их разговора». Он уныло и огорченно развел руками. «Эх, товарищ командир, как бы я про эту встречу знал раньше!» Ребята, обратите внимание, к данному рассказу у нас две рубрики. Нам говорят, что вы знаете о подвигах детей года войны 1941 и 1945 годов. Какие трудности испытывали дети во время этой войны? Как вы понимаете, последнюю строчку. «Как бы я про эту встречу знал раньше!» О чем сожалел мальчик, ребята? Какую помощь могли оказать на войне дети? Что было? Есть и останется главной обязанностью ребенка. Как вы думаете? Правильно. Дети оказывали на войне посильную помощь. Рассказывали о своих наблюдениях за врагом и помогали раненым. Но главной обязанностью ребенка была и остается, конечно же, ребята, учеба. Последние слова в рассказе именно об этом нам и говорят. Если бы мальчик лучше учил в школе иностранный язык, то он бы мог точно передать сведения, полученные из разговоров фашистов. Далее, моя хорошая, на страничке 182 нам дается стихотворение. «В тот день, когда окончилась война». Обязательно дома его прочтите и постарайтесь ответить на вопросы. Ну а мы с вами переходим к грамматической части нашего урока. Употребление мягкого знака в глаголах второго лица единственного числа. Давайте-ка мы с вами для начала вспомним. Ко второму лицу какие глаголы относятся, ребята? Правильно. Которые употреблены с местными имениями? Верно. Ты и вы. Например. Ты учишься. Ты учишь. Ты что делаешь? Ты пишешь. Ты читаешь. Ты гуляешь. Ты считаешь. И так далее. На конце всех этих глаголов у нас есть шипящее «ше». Правильно, ребята? Но мы должны с вами запомнить, что всегда после шипящей «ше» на конце глагола у нас пишется мягкий знак. Давайте-ка с вами постараемся ответить на вопрос. В чем особенность написания окончания глаголов настоящего и будущего времен во втором лице единственного числа? Вот посмотрите на картинку, ребята. Играть, петь, рисовать и стучать – это все глаголы неопределенной формы. Правильно. Что делать? Играть. Что делать? Петь. Что делать? Рисовать. Что делать? Стручать. Но если мы зададим вопрос именно с местоимением «ты», ты что делаешь? Ты играешь. Ты что делаешь? Ты поешь. Ты что делаешь? Рисуешь. Ты что делаешь? Стучишь. Что у нас получается? На конце везде у нас после «ше» следует мягкий знак. И нам стоит запомнить правила. Глаголы второго лица единственного числа, отвечающие на вопросы «что делаешь», «что сделаешь» в настоящем и будущем времени, обязательно имеют окончания «ешь», «ешь» и «иш». Это у нас, ребятки, орфограмма. Давайте-ка с вами выполним упражнение номер 395. Нам говорят, спишите глаголы по образцу и выделите окончание второго лица. Я рисую. Ты рисуешь. Я пою. Ты поешь. Я отдыхаю. Ты отдыхаешь. Я дружу. Ты дружишь. Я гуляю. Ты гуляешь. Я играю. Ты играешь. Правильно. Я точу. Ты точишь. Я читаю. Ты читаешь. Я плаваю. Ты плаваешь. Я мечтаю. Ты мечтаешь. Все верно, ребята. Итак, какие у нас везде окончания? Ешь, ешь, ишь. Правильно. Следующее упражнение 396. Спишите предложение, вставляя пропущенные буквы. Выделите окончание глаголов второго лица единственного числа. Итак, какие буковки у нас пропущены в слове «хорошо»? Наверняка вы все знаете, конечно же, «о» и «о». Летом в деревне. В деревне. Верно, ребята. Е. Каждый день идешь в лес или в поле. Где здесь у нас глагол, ребятки, второго лица? Верно. Идешь. Какое окончание? Ешь. Кругом видишь много интересного. Интересного. Какая буковка пропущена? Правильно. Е. Где у нас глагол второго лица, ребята? Верно. Видишь. Окончание. Ишь. С бабушкой ходишь за ягодами. Что делаешь? Ходишь. Окончание. Ишь. С дедушкой собираешь клубнику в огороде. Убираешь сено. Что делаешь? Собираешь. Ешь. Что делаешь? Убираешь. Ешь. С ребятами играешь в футбол. Что делаешь? Играешь. Окончание. Верно, ребята. Ешь. Молодцы. Итак, ребятки, какой мы можем сделать вывод из этого урока? В окончании глаголов единственного числа второго лица в настоящем и будущем времени на конце всегда, ребята, пишется мягкий знак. И у нас образуется окончание ешь, ешь, ешь. Наш урок подошел к концу, мои хорошие. До свидания. До скорой встречи. Здравствуйте, ребята. Мы начинаем урок математики. Тема нашего урока – задачи на движение. Начнем мы наш урок вот с такой таблички. Итак, ребята, вы видите сейчас перед собой в столбике записаны некие величины. Это расстояние, время и скорость. С некоторыми вы знакомы, некоторые вы только слышали, и сегодня познакомимся с ними поближе. Во втором столбике, ребята, мы будем отвечать на вопрос «В чем измеряют?». То есть, в чем измеряется расстояние, время и скорость. В следующем столбике у нас появится, ребята, «Как обозначают?». То есть, как обозначить расстояние, время и скорость при решении задач на движение. А в последнем столбике, ребята, мы с вами запишем, как найти, как находят расстояние, время и скорость, когда решают задачи на движение. Итак, начнем, ребята. Первая величина – это расстояние. Расстояние – это путь. В чем измеряют длину, ребята? Длину измеряют, вы знаете, в километрах, в метрах, в дециметрах, в сантиметрах и миллиметрах. Расстояние мы будем измерять в этих единицах измерения. Дальше, ребята, «А как обозначают?». При решении задач на движение расстояние обозначают латинской буковкой «С». Теперь, ребята, последний столбик как находят? Мы пока его не заполним и перейдем к следующей величине – ко времени. Итак, в чем же измеряют время? Время измеряют, вы, конечно же, тоже знаете, ребята. Часы, минуты и секунды – это единицы измерения, которые чаще всего встретятся в задачах на движение. А теперь, как обозначим? Время, ребята, при решении задач на движение мы будем обозначать латинской буковкой «Т». Как находят, мы пока тоже не затронем этот столбик и спустимся ниже. У нас сегодня величина, скорость. Может быть, кто-то слышал уже о скорости, но в любом случае, ребята, это в математике для нас новая величина. Поэтому давайте узнаем, что же такое скорость. Скорость, ребята, это величина, определяющая пройденный путь за единицу времени. Сейчас на экране вы видите движущийся автомобиль. Мы можем сказать, что этот автомобиль движется, например, со скоростью 80 км в час. Что же это такое 80 км в час? 80 км в час, ребята, показывает, что данный автомобиль каждый час проезжает 80 км. То есть он делает 80 км за 1 час. Проезжает 80 км в час. Это, ребята, его скорость. А теперь вернемся к нашей табличке. Итак, в чем же измеряют скорость? Скорость, ребята, измеряют в километрах в час, километры в минуту, метры в минуту, метры в секунду и так далее. А как мы будем обозначать, ребята, скорость при решении задач на движение? Скорость мы будем обозначать латинской буковкой В. И точно так же пока в последнюю графу мы ничего не внесем, как находят. А вот теперь, ребята, мы давайте и начнем заполнять последнюю графу, потому что у нас есть расстояние. И нам обязательно нужно узнать, а как же найти расстояние? Чтобы найти расстояние, ребята, нужно скорость умножить на время. Запоминайте. А теперь, ребята, эту словесную формулировку мы сейчас запишем с помощью математического выражения, то есть с помощью формулы. Мы знаем, что расстояние обозначается буковкой С, скорость В, время Т. И тогда получается, ребята, формула С равно В, умноженное на Т. Запомните, пожалуйста, эту формулу. А мы, ребята, сейчас попробуем закрепить эти знания, решив задачку номер 1 на страничке 130. Пункт 1. Найдите расстояние, которое проехал автомобиль за 4 часа со скоростью 60 км в час. Итак, какие величины даны нам в задаче? Дано, ребята, 4 часа. Это что такое? Время, конечно, а 60 км в час – это скорость. Теперь нам нужно найти расстояние. А чтобы найти расстояние, запоминайте, нам нужно, ребята, скорость умножить на время. То есть, чтобы найти расстояние, пройденное данным автомобилем, мы должны 60 км в час умножить на 4 часа. И получим, ребята, 240 км. Откуда появилась эта величина километров? Обратите внимание на скорость. Скорость измерялась в километрах в час. Поэтому расстояние, пройденное автомобилем, будет измеряться в километрах. В данной задаче так. А мы вернемся к нашей табличке и запишем формулу, по которой мы будем находить, ребята, расстояние. s равняется v, умноженное на t. Теперь мы должны понять, а как же найти время? Чтобы найти время, мы должны расстояние разделить на скорость. Теперь давайте попробуем записать это словесное выражение с помощью формулы. Время обозначается буковкой t, расстояние s, скорость v. Значит, получается формула t равняется s, деленное на v. Чтобы закрепить эти знания, ребята, решим еще одну задачку. Задачка пункта 2. Найдите время, за которое автомобиль проехал 320 км со скоростью 80 км в час. Какие величины нам даны в задачке? Да, ну, ребята, 320 км – это пройденный путь или расстояние, и 80 км в час – это скорость. А чтобы найти время, нам нужно расстояние разделить на скорость. То есть мы должны 320 поделить на 80. Получается 4 часа. Откуда получилось 4 часа, ребята? Обратите внимание на скорость. Скорость измерялась в километрах в час. Значит, и время мы будем обозначать в часах. А теперь вернемся в табличку и запишем формулу, по которой находят время t равно s делить на v. И вот теперь, ребята, мы подошли к тому, чтобы записать формулу, как найти скорость. Чтобы найти скорость, ребята, нужно расстояние разделить на время. Скорость мы обозначаем буковкой v, расстояние s, время t. Поэтому формула, которую сейчас вы увидите, читается так. v равно s деленное на t. Вот перед вами, ребята, ключики. Это формулы, с помощью которых вы сможете решить любую математическую задачу на движение, запомнив эти три простых формулы. Еще хочу вам сказать, ребята, что расстояние, время и скорость – это взаимосвязанные величины. Поэтому, ребята, сейчас мы вернемся к задачке номер 130 и попробуем выполнить задание номер 3. Третий пункт. Найдите скорость мотоциклиста, проехавшего 150 км за 3 часа. Какие величины нам даны, ребята? 150 км и 3 часа. Что такое 150 км? Это пройденный путь, расстояние. А что такое 3 часа? Это время. Чтобы найти скорость, ребята, нам нужно расстояние поделить на время. Записываем. 150, если мы поделим на 3, у нас получится 50 км в час. Откуда я получила километры в час, ребята? Расстояние у меня в задачке говорилось, что дается в единицах измерения таких, как километр, а время обозначалось в часах. Поэтому и скорость, ребята, получилась километры в час, 50 км в час. Теперь возвращаемся в табличку и вносим и эту формулу. Выравняется s разделить на t. Теперь, ребята, надеюсь, если вы запомните эти формулы, то вы сможете решить любую задачу на движение. Но что же будет, если вы забыли какую-нибудь из формул? Тогда, ребята, на помощь к вам придет вот такая вот небольшая помощница. Помощница, ребята, в виде такого треугольника из трех частей, состоящий из трех частей. Почему из трех частей? Потому что сегодня мы говорили с вами о расстоянии, скорости и времени. То есть мы говорили с вами о s, расстоянии, v, скорость, и t, это время. А теперь, ребята, я уже сказала, что расстояние, скорость и время – взаимосвязанные величины. Как же они взаимосвязаны? С помощью этого треугольника, ребята, вы быстро запомните эти формулы и связь между этими величинами. Например, ребята, чтобы найти s расстояние, что мы должны сделать? Мы должны v умножить на t. Запоминайте эту формулу. И запомните, как в треугольничке располагаются буковки и какой знак стоит между ними. Дальше, ребята, а если нам нужно найти v скорость, что мы сделаем? Мы расстояние разделим на время. Вот эта формула, v равняется s делить на t. А если нам нужно найти t, ребята, чтобы найти t, наше время, мы должны расстояние разделить на скорость, то есть s разделить на v. Вот, ребята, эти формулы, которые помогут решить, я еще раз повторю, любую задачу на движение. А теперь мы перейдем к решению задачки номер 3 на страничке 130. Пункт c. Первый атлет бежит со скоростью 400 метров в минуту. Расстояние, которое он преодолевает за 3 минуты, второй атлет пробегает за 4 минуты. С какой скоростью бежит второй атлет? Чтобы решить эту задачу, ребята, я предлагаю заполнить табличку. Итак, у нас есть первый атлет, второй атлет, а также, чтобы решить задачу на движение, мы внесем в таблицу s расстояние, v скорость и t время. А теперь давайте посмотрим на условия задачи, какие же величины здесь даны. Первая величина – это скорость 400 метров в минуту. С этой скоростью бежит первый атлет, поэтому мы вносим в таблицу скорость первого атлета 400 метров в минуту. Дальше, ребята, смотрим на условия. У нас есть 3 минуты. Это время, за которое первый атлет преодолел расстояние. Поэтому мы в первую строку вносим, ребята, что t равняется 3 минуты. Далее смотрим на условия. 4 минуты. За 4 минуты это расстояние преодолел второй атлет. Поэтому вносим рядом со вторым атлетом в графе времени 4 минуты. А теперь давайте прочитаем вопрос. С какой скоростью бежит второй атлет? То есть нам нужно найти, ребята, вот эту скорость. Скорость, с которой бежит второй атлет. Теперь давайте внимательно посмотрим на таблицу, ребята. Мы можем сразу ответить на вопрос задачи. С какой скоростью бежит атлет? Нет, ребята, потому что у нас, вы видите, в графе расстояния ничего нет. Мы не знаем расстояние. Значит, в первую очередь мы должны найти расстояние. Но помните, что расстояние, которое пробежал первый атлет и второй атлет, одинаковое. Значит, чтобы найти, ребята, скорость, мы первоначально найдем расстояние, которое они пробежали. А как найти расстояние? Вспоминайте формулу. Чтобы найти расстояние S, нам нужно V умножить на T, то есть скорость умножить на время. Теперь вместо V и T мы подставили 400, те значения, которые были даны в задаче, и 3. 400 умножили на 3, получили 1200. 1200 – это и есть расстояние, которое пробежали атлеты. А откуда мы взяли метры, ребята? Обратите внимание на скорость. Скорость измерялась в метрах в минуту. Поэтому и расстояние будет измеряться тоже в метрах. Итак, если первый атлет пробежал 1200 метров, то и второй пробежал тоже 1200 метров. А теперь, ребята, мы сможем ответить на вопрос задачи, с какой скоростью бежал второй атлет? Конечно. Что мы для этого должны сделать? Вспоминаем формулу, по которой мы найдем скорость. В равно S, деленное на T, где V у нас скорость, S – расстояние, T – время. S у нас 1200, T у нас второго атлета – 4 минуты. Поэтому, ребята, мы решаем пример. 1200 разделить на 4. 1200 разделим на 4, мы получим 300. И запишем, ребята, скорость второго атлета – 300 метров в минуту. Откуда появилась эта единица измерения метров в минуту? Обратите внимание, S измерялось в метрах, а время, ребята, в минуту. Поэтому скорость будет измеряться метров в минуту. Мы ответили на вопрос задачи, с какой скоростью бежит второй атлет? Второй атлет бежит со скоростью 300 метров в минуту. Запомнив эти три формулы, ребята, вы сможете решить любые задачи на движение. И поэтому с задачами на страничке 130 вы справитесь с легкостью. А наш урок подошел к концу. Я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!